Здравствуйте! В эфире новости. С вами я, Лену Забурсиитова. О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. С Днем защитника Крыма поздравил жителей республики Сергей Аксенов. Праздник накануне утвердили депутаты Госсовета. Таким образом, они отметили митинг у стен Крымского парламента, ставший одним из ключевых событий Крымской весны. С высоты сегодняшнего дня можно смело говорить, что митинг 26 февраля стал важной вехой в истории восстановления единства русского мира. Эта история включает в себя и воссоединение Крыма с Россией, и события сегодняшнего дня, направленные на освобождение Украины от той банды, которая, по меткому выражению нашего президента, взяла страну в заложники. Также глава республики на своих страницах в соцсетях сообщил, что наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северокрымский канал. Работа по возвращению Днепровской воды в Крым продолжается. Мистерство обороны Российской Федерации завершает мероприятие по очистке Северокрымского канала от растительности и леса силами железнодорожных войск Южного военного округа. Специалистами судоремонтного завода и квартирно-экспекционного управления Черноморского флота завершены мероприятия по восстановлению шлюзовых сооружений, которые были подорваны 24 числа. Украинские военные, о героической гибели которых на острове Змеиной ранее заявлял Владимир Зеленский, объявились в Крыму. Живые и невредимые 82 военнослужащих Украины сегодня утром были доставлены на спасательном буксире «Шахтер» в Севастополь. Бойцы, служившие на острове Змеиной, добровольно сложили оружие и изъявили желание вернуться к своим семьям. Всех обеспечили сухими пайками и бутилированной водой. За медицинской помощью никто не обращался. Военнослужащие будут доставлены на территорию Украины. Моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к решению украинских пограничников. Для этого был создан, проработан безопасный коридор для вывода из района проведения боевых действий, операции. После проведения коротковременных юридических процедур, согласованных с украинской стороной, вынослужащие будут направлены домой. Небо над югом России по-прежнему закрыто. Росавиация приостановила работу аэропортов нескольких городов в связи со спецоперацией на Украине. О том, как отельеры, операторы, перевозчики и власти помогают туристам, расскажет Сусанна Садыкова. 24 февраля Росавиация приостановила работу 12 аэропортов на юге страны из-за начала специальной операции на Украине. Среди городов, попавших под ограничения – Краснодар, Анапа, Геленджик и Симферополь. Авиакомпании обещают информировать жителей и гостей Крыма об изменениях. «Получать информацию о статусах рейсов, обмене или возврате билетов необходимо в авиакомпаниях. Рекомендуем следить за новостями на сайтах и в официальных аккаунтах в соцсетях авиакомпании и аэропорта Симферополь». Тысячи туристов не смогли вернуться домой, отправиться на отдых или по делам. Тех, кому уехать нужно срочно, ждет альтернативный транспорт – автобусы, электрички и поезда. Мария Евсеева прилетела из Москвы в начале февраля. Говорит, больших проблем с покупкой билета на поезд не возникло. «В общем-то, ну, немножко проблем, как всегда бывает. Людей много, народу-то. Ну, ничего, взяли, вот сидим, ждем». Вместе с желающими уехать на электричках увеличилось и время ожидания в очереди. Виктория Царева делится. По этой причине билет купить не успели. «У меня кошка, собака, попугай, дочка, бабушка. Все летим. Перед нами уехал поезд. На семь, на пять с чем-то он уехал. Нам не достался билет. И мы теперь ждем следующий». Для удобства гостей и жителей города число составов из Симферополя в Москву и Санкт-Петербург увеличили. Если сложности все же возникают, то отрабатываются индивидуально. Для желающих остаться в Крыму средства размещения работают в штатном режиме. «Многие отели предоставляют существенные, вплоть до 50 и больше процентов, скидки на дальнейшее размещение. А с правительством Москвы достигнута договоренность о продлении здоровительной программы для социальных путевок, которые граждане Российской Федерации, которые по социальным путевкам находятся сейчас на территории Республики Крым». Получить консультацию и помощь может каждый. В Крыму круглосуточно работает горячая линия Министерства курортов и туризма. Сусана Садыкова, Тауд Чахалов, Рамазан Аливапов, телеканал Милет. Получить информацию о работе расположенных на юге России пунктов пропуска через границу можно по телефону горячей линии. Ее запустило Южное таможенное управление. Номер вы видите на экранах. Звонки принимаются круглосуточно и без выходных. Специалисты готовы ответить на вопросы физических лиц и участников внешнеэкономической деятельности. Напомню, с 24 февраля приостановлена работа аэропортов на юге России, в том числе Симферопольского. В Азовском море на время прервано судоходство. Номер телефона размещен на официальном сайте Южного таможенного управления и на соответствующих информационных стендах. Любое обращение будет детально рассмотрено. При обращении непосредственно в таможенные органы управления будут предоставлены необходимые консультации на местах и оказана помощь в заполнении таможенных документов. 1 207 пациентов выздоровели за сутки в республике. Новых случаев заражения ковидом – 910. За весь период коронавирус подтвердили у более 159 тысяч человек. Количество выздоровевших свыше 145 тысяч. За сутки скончались 6 человек. За весь период – 4879. В Крыму действует масочный режим. Продолжается иммунизация населения. Ярмарка выходного дня прошла в Симферополе. Фермеры со всего Крыма продают свою сельхозпродукцию по сниженным ценам. О том, что предлагается покупателям на ярмарке, расскажет Линия Бешевле. Несмотря на дождливую погоду, люди не упускают возможности приобрести фермерские продукты по доступным ценам. Например, килограмм картофеля и моркови за 40 рублей. Картошка, горох, морковка, петрушка и свекла. Нехитрый набор продуктов несла с базара хозяйка в детском стихотворении Михалкова. Для гороха и петрушки, к сожалению, еще не сезон. Однако все остальное на месте. По ценам все нормально, только мясо дороговато. А так вот сыр, что мы берем, яблоки нормальные. Мы здесь рядом живем, так что посмотрел в окно, стоят палатки, быстро побежали. Все хорошо, пусть и дальше проводят ее. Различные виды восточных сладостей, пахлава, халвара, хатлуком так и манят своим видом. Чай на развес любых вкусов согреет вас в холодную погоду. А мед послужит отличным средством для поддержания иммунитета. Юрий Толстов держит собственную пасеку, это семейный бизнес. Донник, шалфей, шалфей мускатный, шалфей дубравный, лаванда, керемик гмелина. Занимаюсь и я, и жена помогает активно, несмотря на то, что работает учителем. Сын тоже 12 лет, но с 4 лет трудится. Нельзя представить ярмарку без мяса. Тут и свежая говядина, и мясо разных птиц. Курица, индейка, а также настоящее королевское лакомство перепел. Чуть ли не главная местная звезда Сазан, настоящий, недавно выловленный. Приехал на ярмарку из Красноперекопского района. Разнообразие рыб впечатляет. Ну, карасик свеженький, пеленгасик, Сазан, карп, селёдочка, всё свеженько абсолютно. Куриные яйца берут сразу несколькими лотками. Ещё бы, десяток – 70 рублей. Домашние изделия тоже пользуются спросом. Сладкая выпечка, салаты. Галина Семисынова уже больше 40 лет причастна к торговому делу. Летом продаёт овощи, зимой соленья, которые готовит её работодатель. Всё у нас свеженькое, вкусненькое. Мочёные яблочки, видите, ярбузики. Вообще, товар, закатка, всё идёт домашнее. Я очень довольна этой продукцией. И хорошая торговля у меня. Покупатели очень вежливые. И я хорошо к ним отношусь. У каждого фермера на ярмарке должны быть разрешающие документы и палатка. А самое главное – соблюдение рекомендуемых цен. На таких ярмарках они на 15-20% ниже рыночных. У нас сегодня порядка 120 торговых мест организованы. И привезли порядка 70 тонн сельхозяйственной продукции. Вообще, Министерство Республики Крым на постоянной основе проводит такие сельхозяйственные ярмарочные мероприятия. Горожанам очень нравится. С начала текущего года проведено порядка 2000 сельхозяйственных ярмарок. И реализовано почти 3000 тонн сельхозяйственной продукции. С приходом тёплого времени года ассортимент станет шире. Хотя и сейчас ни один покупатель с пустыми руками домой не уходит. Линьебешевли, Азиз Немиду Лаев, телеканал Миллет. На этом всё. Берегите себя и близких. Оставайтесь с телеканалом Миллет. Продолжение следует...